Один из создателей серии Shadow Fight. Итак, Евгений Дзябин, поприветствую. Здравствуйте. Здравствуйте, меня слышно? Сегодня я хочу рассказать вам о всей серии Shadow Fight, начиная от первого прототипа и заканчивая еще находящейся разработкой Shadow Fight 3. Анализировать серию игр на самом деле всегда интереснее, чем отдельную игру. Дело в том, что когда мы смотрим на отдельную игру, на успешную игру, то нам кажется, что если игра успешна, то все фичи в ней хороши. Что они являются причиной успеха. Но если вы посмотрите на любую серию игр, повнимательнее, то заметите, что многие фичи отваливаются, многие меняются до незнаваемости. Это не просто так. Поэтому нужно рассматривать динамику развития, будь то развития серии игр или даже отдельной игры, которая апдейтами может меняться до незнаваемости. Давайте посмотрим на примере серии Shadow Fight. Все началось в далеком 2001. Эту игру я называю Shadow Fight 0, потому что по сути релиза не было. Игрок у этой игры был всего один. Это я сам. Если присмотреться, даже название слегка отличается на одну букву. Тем не менее, у игры были свои цели. Я тогда фнател от фильма «Матрица» и хотел сделать бой как в «Матрице». Еще хотел, чтобы они по стенам бегали. Это было очень важно. Вообще у многих проектов есть референсы, которыми вдохновляются их создатели. И даже если от первоисточника ничего не осталось, то все равно он оказывает достаточно большое влияние. Как видно по картинкам, цели, которые я себе поставил, были достигнуты. И это было уникальное ощущение такой завершенности. Тем не менее, в процессе разработки возникли побочные достижения. И это, во-первых, у меня получилось сделать плавную интерполяцию движений. И я понял, что плавные движения мне нравятся намного больше, чем я думал. И во-вторых, я тогда не сильно заморачивался сложностями баланса и наивно сделал достаточно точные коллизии персонажей. И это получилось достаточно играбельно. То есть даже просто запуская случайные анимации персонажем, было очень интересно наблюдать, как они пересекутся, кто кого ударит. Чтобы подчеркнуть эти точные коллизии, я добавил в игру слоу-мо и стоп-кадры периодически. Кстати, черные силуэты я выбрал для простоты реализации, а не потому, что я очень люблю черных человечков или ниндзя. Хотя ниндзя, конечно, тоже люблю. И вот такой получается список фичей, которые были в первом прототипе. Это черные силуэты, плавная анимация и точные коллизии. Пока еще рано говорить о ядре игры. Но можно условно считать, что эти фичи есть ее ядро. Ровно 10 лет прошло, прежде чем удалось воплотить Shadow Fight в коммерческой форме. Это была социальная игра, которая вышла на Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и других социальных сетях. Мы запустили ее в 2011 и с тех пор у нее сыграло около 50 миллионов игроков. Это было неожиданно для нас. Мы не ожидали, что игра будет так популярна. У этого проекта тоже были цели. Во-первых, нам нужно было сделать из файтинга социалочку с друзьями, конкурировать с фермами. Нам нужно было придумать, что продавать игрокам. Не очевидно, что же продавать в файтинге. Даже по этому скриншоту видно, что у нас вполне себе на вид социалочка получилась. Игрок бил друзей, спамил им на стену, а продавать мы пытались энергию. Честно говоря, сразу скажу, что это не работало. В попытках улучшить монетизацию мы добавили много различных режимов боя. И таким образом появилась карта, которая поначалу играла роль меню. Основным режимом боя были турниры. Это такая серия боев, стадий. И в последней стадии игрок получает кубок и рейтинг. А чтобы попасть в турнир, нужно было заплатить монетки, которые игрок фармил за бои с друзьями. Хорошее улучшение игры произошло благодаря игрокам. Они очень просили добавить в игру оружие. Вначале оружия в игре не было. И это было очень сложная фича. Нужно было сделать очень много уникальных анимаций, моделек. Но тогда у нас команда была небольшая. Но мы все-таки сделали это. И у нас тогда появилось что же продавать. И с тех пор Shadow Fight стал игрой про оружие. Именно оно стало главным товаром в магазине. Именно оружие требовалось, определенные типы оружия требовались для входа в турниры. Это сильно изменило схему монетизации. Но реальный прорыв в монетизации произошел, когда мы добавили кооперативный геймплей боссов. Чтобы завалить босса, нужно было собраться с друзьями или за клановцами. И только так его можно было победить. Так появились врата теней. Чтобы их открыть, нужно было собрать печати со всех боссов. И за вратами теней был титан, финальный босс. Тогда он выглядел вот так. За вратами теней у нас был сайфайный мир. Вот, например, какая-то футуристическая локация. В сайфайном стиле. Прошу прощения. Хочу заметить, что эволюция происходила прямо в процессе жизненного цикла игры. Получился в итоге социальный файтинг с рейтингами. Основная цель игрока был набор рейтинга. И чтобы соревноваться с друзьями и между кланами. Если нужно сформулировать, о чем игра в двух словах, то это звучало так. Бей друзей, покупай оружие для набора рейтинга, бей боссов. Список фичей выглядит вот так. Как видно, фичи Shadow Fight'a 0 остались на месте. Силуэты по-прежнему черные, анимация плавная, коллизии точные. Но добавилось бить друзей, оружие, турниры и боссы. Если выделить ядро, то я бы выделил эти пункты. То есть, по сути, добавилось именно оружие и боссы. На основе опыта Shadow Fight'a 1 можно сделать выводы такие. Контент, в данном случае оружие, хорошо продается. И социальность, в данном случае рейды с боссами, сильно повышает монетизацию. Следующей игрой серии был Shadow Fight'a 2. На этот раз это мобильная игра, вышедшая на всех основных мобильных платформах. А позже даже на WinStore и MaxStore. Мы выпустили ее в 2014 году. И с тех пор в нее сыграло около 90 миллионов игроков. Ну, это неплохо. Цели были такие. Мы хотели перейти на мобилки. Мы хотели обеспечить более долгий прогресс игрока. И сделать еще больше контента. Честно говоря, мы рассчитывали обеспечить долгий игровой прогресс с помощью большого объема контента. Команда в этот раз была больше и уже опытнее. Игра получилась намного качественнее. Улучшились модельки, анимация, продвинулась игровая механика, механика боя. Игра стала красивее и уже перестала быть похожа на социалку. Карта уже была не просто меню, а это была карта локации, по которым игрок продвигался по сюжету от главы к главе. Но игровая схема очень сильно изменилась. Многие, по сути, прогресс стал линейным. В конце каждой главы игрока ждал босс. Сила противников росла. И чтобы побеждать их, нужно было постоянно обновлять экипировку. Игрок теперь покупал не только оружие, но и доспехи, шлемы, метательное оружие, магию. И не только покупал, но и постоянно апгрейдил. Также у игрока рос уровень, и каждый уровень экипировку нужно было обновлять. То есть, по сути, мы осознанно делали экшен с прогрессом. По аналогии с такими играми, как, например, CSR Racing. Позже мы добавили такую вещь, как зачарование. Это магические свойства, которые можно наложить на предмет. И благодаря этому мы добились того, что у игроков появилось больше свободы и вариативности. За вратами теней игрока также ждал sci-fi мир, sci-fi оккупировка и оружие. А вот так выглядел Титан. Теперь он стал побольше и покруче. Вообще мы выкладывали контент главами по мере готовности. И игроки с нетерпением ждали каждой главы. Например, глава с Титаном дала нам ощутимый всплеск монетизации. Что же у нас получилось? Получился у нас на этот раз мобильный файтинг RPG с прогрессом. Почему RPG? Потому что на этот раз и копировка, и прокачка имели большое значение. В двух словах можно было бы об игре сказать так. Играя в линейный прогресс, постоянно обновляя экипировку, бей боссов. Можно заметить, что здесь есть подмена понятий. Боссы уже совершенно сингловые, кооперативный геймплей утрачен, но сами персонажи остались. Вот такой получается список фичей. И тут видно, что добавились не только новые фичи, но и изменились старые. Например, оружие стало частью общей системы экипировки. Сюжетные боссы включают в себя частично старые турниры, частично старых боссов. Добавились прокачка из очарования. При этом отвалились социальные фичи и кооператив. В качестве ядра я бы выделил эти пункты. Можно заметить, что, несмотря на то, что игра поменялась очень радикально, игровая схема изменилась до неузнаваемости. Тем не менее, ядро все равно достаточно похожее. И оружие, боссы в нем занимают основную роль. Какими можно сделать выводы из Shadow Fight 2? Мы поняли, что хорошо давать игроку выбор. Вначале мы сделали слишком линейный прогресс, и потом исправляли это с помощью зачарований и других фичей. Также полностью полагаться на контент достаточно тяжело. Мы недооценили это, но, к счастью, оказалось, что этот процесс достаточно масштабируемый. Намного более масштабируемый, чем многие другие аспекты разработки игры. Также без мультиплеера, без кооперативных фичей оказался ограничен максимальный платеж пользователя. То есть в чисто сингл игре игрокам не за что заплатить очень большие деньги. Поэтому платежи оказались меньше. Но тем не менее, Shadow Fight 2 – это самая успешная игра серии на текущий момент. Сейчас мы занимаемся разработкой Shadow Fight 3. Это будет, прежде всего, мобильная игра. Но мы постараемся замахнуться и на консоли. Дело в том, что консоль последнего поколения достаточно дружелюбно относится к относительно небольшим играм. Игра выйдет в 2016 году. Первая наша цель – это перейти в 3D. Сразу возникает вопрос. Как же черные человечки? Действительно, тени – это очень важная черта игры. Она даже отражена в названии. И поэтому от нее нельзя так просто избавиться. Во-вторых, нам нужно было дать игроку больше свободы, больше вариативности. И мы хотели сделать ставку на мультиплеерные фичи. По крайней мере, больше, чем Shadow Fight 2. По сути, этот план в какой-то степени работает над недостатками Shadow Fight 2. Перейти в 3D нам удалось. Это было критично, потому что игра про экипировку, про оружие. И очень обидно, когда игрок не может увидеть всего этого на своем персонаже. Во-вторых, анимация в 3D выглядит намного более впечатляющей и объемнее. Ну и, честно говоря, всю жизнь заниматься черными человечками, лично я на это не согласен, это очень сильно ограничивает серию. Что же делать? Мы пришли к такому решению. Мы сделаем тени, основной фишкой, вокруг которой крутится весь сюжет и вся механика игры. Во время боя персонажи могут превращаться в особую теневую форму, в которой они могут творить чудеса. По сути, мы играем на контрасте. Во время телесной формы бой происходит достаточно реалистично, играет роль массы, инерции. Когда же они превращаются в теневую форму, то они могут летать, телепортироваться, раздваиваться и делать прочие чудеса. Также мы разбили всю экипировку, все умения на три группы, три боевые школы. Условных можно назвать ловкие, сильные и точные. В игре это три разные фракции, у которых свое отношение к теневой энергии, главной теме игры, теме сюжета. Но игрок, главный герой игры, не принадлежит ни к одной из фракций и может смешивать стили. Вообще, создание собственного стиля – это та фишка, о которой я мечтал с детства. Я всегда хотел не просто выбрать Скорпиона, Рейдена или Кун Лао, а создать своего собственного бойца со своим уникальным боевым стилем. И чтобы добиться этого, в Shadow Fight T3 у нас есть не только экипировка, но и такая категория, как способности. Это удары, перемещения, перки. Эти способности можно вставлять в предметы. Например, суперудары можно вставлять в оружие, перемещение, в доспехи и так далее. Отдельной категорией являются теневые способности, которые, по сути, аналогичны зачарованиям из Shadow Fight T2. Да, еще важный момент. Все это похоже и способности, и экипировка похожи на карточки. И они делятся на обычные, редкие, очень редкие и так далее. То есть во многом игровой процесс похож на коллекционные игры. Несколько слов о мультиплеере. Пока у нас нет скриншота из Shadow Fight T3, поэтому это скриншот из King of Fighters. Игра примечательна тем, что там играешь не за одного персонажа, а сразу за команду из трех, и они в течение одного боя постоянно сменяют друг друга. Это достаточно весело, когда играешь с друзьями, и каждый за своего персонажа. Мы придумали, как сделать подобную механику онлайн, и расскажем об этом подробнее, когда проведем соответствующие плей-тесты. Если все получится, как мы задумали, то это будет одним из основных режимов игры наряду с синглым геймплеем. И по аналогичной схеме будут сделаны боссы. Что же у нас получается? Что мы ожидаем получить? Коллекционный ММО-файтинг. Звучит это в нескольких словах так. Собирай свой стиль, играй в кооперативе с друзьями, бей боссов. Список фичей получается такой. Теперь прокачка и копировка объединяются в одну общую систему коллекционных карточек. Зачарования превратились в теневые способности, также добавились три боевые школы и кооператив. Я думаю, что ядро игры будет таким. Хотя заранее сложно сказать, игра еще не выпущена. Это лишь прогноз. Я рассчитываю, что так будет. Какие можно сделать выводы? Пока у нас всего два вывода, игра еще не запущена. Во-первых, переход в 3D это совсем другой уровень и другой масштаб. Это оказалось достаточно сложно. И мультиплеер требует куда большего внимания, чем раньше кастомизации и вариативности для игроков. Ну и напоследок сравним Shadow Fight 3 с самым первым прототипом Shadow Fight 0. Что-то осталось вообще от оригинальной игры. На скриншоте, например, прыжок от стены в Shadow Fight 0 и в Shadow Fight 3. Вообще, к моему удивлению, оказалось, что очень многие фичи сохранились. Даже больше, чем те, которые есть в списке фичей. Например, помимо прыжков от стены сохранилось дать зео. Также слоу-мо и стоп-кадры тоже, для подчеркивания коллизий точных, они тоже остались. Выжили многие удары, падения при критах и так далее. Сохранился даже темп боя. Все это, на самом деле, отличительные черты игры. И они достаточно важны. Вот, например, Mortal Kombat. В самом первом Мортале был апперкот. И это была достаточно специфическая особенность, возможно, даже возникшая случайно. Тем не менее, это на протяжении всей серии их визитная карточка. И за 10 игр серии апперкот практически не поменялся. Даже в Mortal Kombat 10 урон от апперкота больше, чем от любой комбы. Какие выводы можно сделать из всей, из заработанной от всей серии Shadow Fight? Ну, во-первых, в успешной игре не все фичи хороши. Часто забывают об этом, когда, например, клонируют игры. Дело в том, что игры развиваются, и только часть фич составляет их ядро. Во-вторых, игра в серии — это больше, чем отдельная игра. Дело в том, что серия накапливает опыт за все свои игры. Это тысячи решений. И сделать совершенно новую игру с нуля такого качества намного сложнее. Также, работая на серию, вы работаете на бренд. У вас накапливается преданная аудитория, у вас появляется узнаваемость бренда. Это серьезный аргумент в пользу того, чтобы, если у вас получилась успешная игра, не бросаться делать совершенно другую, новую, а сделать следующую часть этой игры, где поработать над ошибками. Поэтому, ну это мое мнение, не надо впихивать все идеи в первую же игру. Если она будет успешной, то у вас будет шанс впихнуть многие идеи в следующие части. А если она не успешна, то, возможно, и не стоила. Также важно, это, пожалуй, самое главное, сохранять ядро. Это те фичи, которые любят пользователи, и с этим нужно быть очень аккуратным. Нельзя выкидывать черных человечков просто так. Поэтому главный мой совет, никогда не забывайте про вашу аудиторию. Дело в том, что это и есть те люди, от которых зависит успех ваших проектов. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгений. Господа, вопросы? Евгению. Я хотел бы, во-первых, выразить восхищение, потому что это достойно восхищения. Вы от простой, достаточно по форме, на первый взгляд, как минимум, флешки для социальных сетей дошли буквально до текина третьего, и это очень круто. Спасибо. А во-вторых, я хотел бы спросить, в первом, то есть у вас, как бы они, персонажи, немножко 3D, изначально были даже темные силуэты, это было с самого начала, в самой первой это тоже был 3D-модель, или это было все-таки какие-то… Интересный вопрос. Спасибо. 3D они с первой части, а в нулевой они были двухмерные. по отношению к тому, что это было до 10 человек, а у второй части это было порядка 30 человек. пока столько же, но я думаю, что в следующем году мы достаточно расширимся, чтобы продакшн успеть до осени. Да, господа, микрофон просите. С микрофоном подойдем. Будет всем слышнее вопрос. Скажите, пожалуйста, как менялась механика боя самого и меняется ли она? То есть там как бы реалтайм было управление или там а-ля что-то было пошаговое а-ля БК или там еще что-то? Хорошо, я понял. На самом деле механика боя действительно сохранилась достаточно похожей. Сформировалась она в основном в шедуфайте первым, но во втором главным добавлением была рандомность. То есть если поначалу это было файтинг, в котором ничего не зависит от случая, ну кроме самих коллизий, то во втором, например, добавились случайные критические попадания, перки, которые срабатывают повероятностно. То есть добавились именно ролевые элементы в файтинг. Честно говоря, в других файтингах такого не встречается. Это основное изменение, которое было. Скажите, пожалуйста, вот Shadow Fight 2, я в нее начинал играть и не смог его пройти без доната. Ну я отвалился. Вы как-то на таких игроков, как я, ориентируетесь? Или вам важны люди платящие? Вы как-то может баланс пересмотреть? Да. В третьей части будут какие-то изменения? То есть более ориентация на таких, как я, что люди, которые не хотят платить, чтобы они не отвалились. Ну я там первого босса даже не прошел. Я не смог эти алмазики копить. Хорошо, спасибо за вопрос. Это проблема заключается в том, что у нас Shadow Fight 2 по схеме монетизации был экшеном с прогрессом. Экшен с прогрессом это очень линейная структура, в которой достаточно сложно угодить всем категориям игроков и нужно выбирать баланс между платящими и неплатящими. То есть просто уменьшая давление монетизации теряешь доход, и при этом, хотя и выживает больше игроков. Поэтому мы отказались в третьей части от такой строгой схемы. То есть коллекционный подход более лоялен ко всем категориям игроков, и надеюсь, эту проблему мы решим. Теневая форма — это состояние, в которое игрок входит, и в нем у него повышенный урон ударов, он может продолжать драться, и у него появляются теневые способности. Например, он может телепортироваться, делать дэш через весь экран, летать и так далее. Извините, а насколько вам пришлось изменить игру принципиально для выхода в Китай? И как вообще восприняла китайская аудитория ее, в отличие от российской? В Китае мы игру практически не изменяли. Дело в том, что человечки изначально черные, на них не видно, какие у них большие глаза или маленькие. Это было то самое преимущество, когда можно было не сильно менять визуальный стиль игры. У меня вопрос по поводу… Вот вы выделяли основные фичи и дополнительные на ваших слайдах. А как вы это делали? Вы просто садились своей командой и определяли? Или у вас, может, какая-то уже экспертиза есть? Или, может быть, вы какие-то опросы проводили как-то еще? Ну, вообще, да, мы поддерживали контакт с аудиторией. Это очень важно. В социальной игре это были комментарии в группах, в Shadow Fight 2 это комментарии к приложению. Просто видим, что игроки ценят. Например, тоже оружие. Это фича, которая вообще возникла благодаря игрокам. Они очень-очень просили, и нам пришлось это сделать. А теперь это неотъемлемая часть. Вообще, игроки в данном случае очень сильно повлияли на игру. А вот у меня еще за Shadow Fight 3 вопрос. Там планируется куча всяких экипировки и прочего остального. Это будет на персонажа отображаться? То есть я купил себе новый балахон, и он у меня прямо оделся на персонажа. Да, конечно. Именно для этого они и сделаны в 3D. А не приведет ли это к тому, что все персонажи, если у всех самая крутая броня, они все будут одинаковые в результате? Если бы это был Shadow Fight 2, так бы и получилось. Все игроки 52 уровня были бы одеты совершенно одинаково в броню 52 уровня. Но здесь мы можем, как в коллекционной игре, делать… Ну, по сути, у нас рандомная генерация брони, ее параметров и уровня. И таким образом может игроку попасться достаточно хорошая броня, несколько иначе выглящая. И с другими параметрами. И поэтому у людей все лучшее будет выглядеть, на самом деле, несколько по-разному. Скажите, пожалуйста, как была устроена команда во время первой части и второй? Ну, то есть там сколько программистов, художников примерно? Достаточно давно было. Ну, программистов человек 5, художников на Shadow Fight 1 было человека 3, не больше. Вот, аниматоры еще были, 2 человека. Вот, в Shadow Fight 2, конечно, их было намного больше. День добрый. Вы сказали, что будете выпускаться на консолях. Как будут отличаться именно игры на этих платформах? То есть, может быть, какие-то будут билды отдельные? Нет, конечно, это отдельный билд. Я имею в виду билды по одежде. То есть, будет более сложно, более хардкорно, например, или что-то такое. Да, баланс будет меняться или нет? Пока не могу сказать. Скорее всего, ну, по крайней мере, мы пока не планируем менять баланс. Хотя, возможно, это и придется сделать, так как там другая аудитория. Но, как минимум, визуальное качество мы постараемся сделать получше. Дело в том, что мы сейчас делаем текстуры в более высоком разрешении. И даже модельки у нас есть в хай-поле. А потом мы их делаем лоупольными и запекаем текстуры в более низком разрешении. То есть, в принципе, можем сделать ремастеринг под консоли в хорошем разрешении. Спасибо Евгению. У нас, к сожалению, время вышло на вопросы. Поблагодарим Евгения. Всем спасибо.